Здравствуйте! Уже лето и, как видите, я снова на скутере. Примерно год назад я уже ездил на юга для того, чтобы протестировать скутера. Тогда они были разных моделей, в основном итальянские и китайские, но все примерно одной кубатурой. Полтинники, сотки, максимум 125. Сегодня у нас уникальная возможность протестировать скутеры одной марки, марки Peugeot, но зато самые разные, разных кубатур, разных стилей, разного предназначения. И сегодня мне повезло, сегодня я не один, со мной наш мотоэксперт, который сейчас где-то нарезает круги там на трассе. И он, конечно же, поделится своим мнением о том, что представляет собой каждая из моделей этих скутеров, а я же представлю их здесь, на площадке Хадынского поля. Вот этот скутер, который у меня, казалось бы, это обычный полтинник, ничего особенного у него нету. Но на самом деле это стантовая модель. Стантовая модель означает то, что его можно подготовить как спортивную машину, если угодно, для выполнения трюков. Довольно распространенное нынче развлечение среди молодежи крупных городов. Но на нем точно так же можно ездить и по городу, можно ездить на работу, можно ездить на учебу. Здесь много интересных моментов. Здесь усиленная подвеска, здесь есть катализатор, что приятно даже на такой маленькой технике уже заботиться о окружающей среде. Здесь итальянский двигатель марки Piaget. Это не единственная скутер-пежо, я думал, что там нас ждут еще целая обойма техники. И я поеду за следующим. Следующий скутер у нас тоже 50-кубовый. С него уже так просто не спрыгнешь, здесь, как видите, фактически мотоциклетная посадка. Ну, почти мотоциклетная, будем честны. Этот скутер, который выглядит так же агрессивно, как и предыдущий, но агрессия у него другая. Это фактически трековая модель. То есть она рассчитана на то, чтобы ездить быстро и маневренно. Здесь есть центральный моноамортизатор, как в мотоцикле. Здесь вообще больше от мотоцикла, чем от скутера. Вот это вот, это фактически рама. Она алюминиевая, пространственная, довольно жесткая. Здесь есть водяное охлаждение. Вот, собственно говоря, сама помпа. Здесь бензобак расположен в привычном месте между рулем и сидением. Здесь два дисковых тормоза, здесь линзованная оптика. В общем, такая навороченная модель. Кроме того, именно она поддается тюнингу очень-очень глубокому. Должен сказать, как по мне, наверное, это самый интересный скутер из тех полтиньев, на которой пристал... Хватит уже теории. Поехали кататься. Да, пожалуй, на... Ну... Вот что называется... Эксперт-мотоциклист. Мне теперь его, конечно, не догнать будет. Ну что же, а я тогда пойду за 125-кубовым скутером. Итак, у нас 125-кубовый скутер, который называется Vila City. Это хит-продаж, это настоящий бестселлер и у нас, и в Европе. Отличительные черты у него довольно забавны. Во-первых, здесь два бардачка. В совокупности, как говорят эксперты, сюда входит полтора ящика пива. Во-вторых, он классической конструкции, то, что называется степ-струч. Из него можно переступить, практически не поднимая ноги. И посадка, ну, совершенно комфортная. На нем можно ездить в деловом костюме, даже в длинном плаще. Хотя я ни разу не видел, что кто-то ездил в длинном плаще на скутере. Тем не менее, это возможно. Что для меня особенно ценно в этих скутерах, что они все полноразмерные. Мне в них удобно. Коленки ни во что не упираются, руль я могу совершенно свободно крутить. Кроме того, здесь, ну, полноценное двухместное сидение. С виду это просто полтинник. Такой же, как... Нет, это 125, как любой другой. Но это не так. Вы не поверите, это полтинник, заточенный под трек. И вы будете смеяться, но даже в чемпионате России есть такой класс, как гонки на скутерах. Так вот, изначально у него установлен моноамортизатор, это такая мотоциклетная примочка. Дисковые тормоза передние, два, чего нету на обычных скутерах. Но мотор все равно 50 кубов. Это 5,2 лошадиные силы. Мотор пиаджи. Кстати, и вариатор тоже сделан этой фирмой. Что еще можно о нем сказать? Очень неплохо рулится, на удивление. Можно даже закладывать и в теории пытаться проходить повороты с коленкой. Ну, конечно, это не здесь и не в этой экипировке. Мои впечатления. Просто веселый аппарат, на котором можно похулиганить не более. Жаль, не могу оценить. Но зато я приготовил тебе 125-ти пубовый. Я думаю, что он тебе подойдет больше и впечатлений будет больше от этого. А я, наконец, заполучу этого красавчика. Не вопрос. Мне кажется, он не только мощнее, но и по цвету больше подходит к моему шлему. Ну, мотоциклисты. На самом деле, конечно, полтинники это интересно, но мы перейдем к еще более мощным, еще более серьезным скутерам, к 300-кубовому Гео Стайлу. Этот скутер серии Геополис, модель называется Гео Стайл. Слово Стайл в названии Гео Стайл неспроста. Посмотрите, насколько он хорош. Мне кажется, что здесь явно влияние итальянской школы дизайна. Как в общем, и технологии здесь очень много итальянских элементов. Модель 300 кубиков. Уже вполне себе полноценный скутер. На нем можно отправиться в путешествие запросто. У него довольно сложная система управления, включая электронное усиление тормозов. Но об этом лучше расскажет Игорь, поскольку он понимает, он гораздо больше, чем я. Мне же он нравится, прежде всего, внешне и комфортно. Он здесь потрясающе удобная посадка. Он довольно узкий. Я думаю, даже в городе будет интересно на нем ездить. Было бы здорово на нем прокатиться куда-нибудь подальше. И как бы мне не хотелось на нем проехаться, честно говоря, у меня нет просто мотоциклетных прав. Я с удовольствием отдаю этот скутер Игорю, который наверняка сможет его оценить. Игорь, я с удовольствием протестирую этот скутер. Мне очень нравится. 300 кубов – это значительно больше, чем тот полтинник. И гораздо веселей должно быть. Только одна маленькая поправочка. Ты сказал, что здесь электронные усилители тормоза. Это не совсем так. Здесь просто усилитель тормоза. Когда человек нажимает на ручку переднего тормоза, ему в помощь добавляется дополнительное усилие. Ну что ж, я думаю, что пора проехаться и посмотреть, каков он в деле. Ну а пока Игорь тестирует «Гео Стайл», я задам пару вопросов знатоку скутерной жизни. Вот он там, кстати. Денис, вот сейчас в Москве на скутере насколько безопасно ездить? Насколько водители привыкли к скутеристам, гаишники? На данный момент уже водители попривыкли, даже расступаются в пробке. Можно так сказать, что уже последний и предпоследний ряд держат дистанцию друг между другом. И можно действительно комфортно проехать. Ну и количество скутеров в Москве увеличилось потрясающее. Мы вот решили простому человеку, который ездит в основном на автомобиле, показать, каково это на скутере, какой он маневренный, как это удобно, как легко это пересесть с простого, вот можно сказать, обыденного автомобиля на маленький скутер. Очень веселенький и интересный аппарат. Во-первых, он интересный внешне, давайте посмотрим, он с таким легким налетом ретро-стайл. А во-вторых, он достаточно бодро едет, 300 кубических сантиметров, толкают этот скутер вперед с неприличной силой. Но он мне так понравился, что я решил не отдавать его организаторам и забираю его на длительный тест. Протестировать и оценить такой скутер, впрочем, как и любую другую технику, на закрытой площадке просто невозможно. Чтобы получить объективное мнение, я выехал на нем в город. На площадке в Крылацком мне удалось ознакомиться практически с любым скутером из модельной линейки Peugeot. Один из них мне особенно понравился, я решил прокатиться на нем в город и рассказать об этом подробнее. Это скутер Peugeot, модель называется Geo Style, это 300-кубовый скутер. Он стоит где-то посередине, между малообъемными 50-кубовыми скутерами, на которые не нужны права, и большими макси-скутерами, на которые, естественно, требуется водительское удостоверение. Почему я выбрал именно модель Geo Style? Скажу честно, этот скутер просто очень понравился мне внешне. Посмотрите на него, действительно красивый аппарат. Французы постарались на этот раз. В дизайне совмещаются современные нотки и при этом чувствуется легкий налет в стиле ретро. Но чем мне действительно понравился этот аппарат, так это своими размерами. Он действительно не маленький, и это мне импонирует. У Geo Style большое двухместное полноценное сидение. У водителя есть упор для спины, а пассажир сзади будет чувствовать себя вполне вольготно. Кроме того, под этим сидением располагается большой и достаточно объемный бардачок. Помимо большого бардачка под сидением, есть еще и другой. Он спрятан под пластиковой крышкой и тоже отпирается с ключа. Но в него поместятся разве что, например, документы. Зато здесь есть 12-ти вольтовая розетка, которую при необходимости можно воспользоваться. Помимо этого бардачка, есть еще и удобный крючок. Например, если вы захотели съездить в булочную за хлебом, то пакет с провизией можно повесить на него. Двигатель одноцилиндровый, четырехтактный, рабочим объемом 278,3 кубических сантиметра. Максимальная мощность 22 л.с. при 7250 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 23 Нм при 6000 оборотах в минуту. Сухая масса скутера 160 кг. Объем топливного бака 13,5 литров. Максимальная скорость 130 км в час. При всей моей нелюбви к скутерам, я, честно говоря, воспринимаю их как недомотоциклы. Эта модель сразу привлекла мое внимание. И если на дизайнерских изысках нет смысла останавливаться подробно, вы и так видите эту красоту, то на издовых качествах нужно заострить внимание. Но начнем с эргономики. Особых нареканий нет, посадка на скутере очень удобна и вполне располагает к длительным поездкам. По крайней мере, если вам доработать 20 км и столько же обратно, то утомиться не успеете. 300-кубовый, одноцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением вполне активно разгоняет не особо легкий 160-килограммовый скутер. Естественно, я не засекал, сколько времени ему понадобится, чтобы разогнаться до 100 км в час, но субъективно я не отставал от большинства автомобилей, если не считать особо резвых и нетерпеливых. Но в любом случае, каждого из них я догонял и, естественно, обгонял в бесконечных московских заторах. Вот уж где чувствуешь себя королем дорог, управляя геостайлом. Все стоят, ругаются, нервничают, а вы спокойно проезжаете мимо, раздражая всех улыбкой на лице. Только не стоит расслабляться, движение в городе, особенно в Москве, совсем не располагает к релаксу. Но управляется скутер очень даже не дурно. Благодаря низкому центру тяжести на малых скоростях никакой склонности к заваливанию. Маневрировать в междуряде получается без особого труда. А легкость и управление мы обязаны вариатору, который избавляет водителя от необходимости переключения передач. Тормоза у геостайла очень даже неплохие, но поставить им твердую пятерку не могу. Информативности немного не хватает, да и усилие на рычаг слегка великовато. Нам досталась версия без АБС, хотя можно заказать и более продвинутую версию с электронным помощником. Я бы не раздумывая брал вариант, оснащенный системой АБС. В городе это крайне полезная штука. Вообще, Peugeot Geostyle на редкость практичный аппарат. На нем комфортно передвигаться как одному, так и с пассажиром. Места для багажа предостаточно, даже без установки дополнительного центрального кофра. Бензин практически не употребляет. Казалось бы, идеальное средство передвижения для тех, кто не гонится за скоростью. Но есть в этой бочке меда своя ложка дегтя. Она стара как мир и до ужаса меркантильна. Стоимость Peugeot Geostyle составляет ни много ни мало более 250 тысяч рублей. Согласитесь, заставляет задуматься. Peugeot один из мировых лидеров по производству скутеров и в Европе занимает лидирующие позиции. Французы выпускают разнообразную линейку двухколесников, рассчитанную на любого потребителя. Но в России европейскому производителю не так сладко. Конкуренция высока, и если с японцами удается худо-бедно бороться, то сдерживать натиск дешевых, не стесняющихся воровать технологии и дизайн китайцев становится все сложнее. А с учетом немаленького ценника и весьма недешевого сервиса эта задача становится совсем трудновыполнимой. Что можно сказать в заключении? Геостайл очень хороший скутер, мне он понравился. С одной стороны, его 300-кубовый двигатель позволяет не чувствовать себя ущербным на дорогах города. И скорость 60 или даже 90 км в час для него абсолютно не проблема. С другой стороны, он достаточно легкий и юркий, и пробираться на нем сквозь глухие московские пробки получается довольно шустро. Так что Геостайл это, похоже, оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро передвигаться по дорогам столицы. Субтитры сделал DimaTorzok